Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей. В этом видео я вам покажу, какие бизнесы покупать лучше всего на слёте, и вообще, какое имущество, в общем, нужно покупать, чтобы потом в будущем хорошо подняться, либо поднять деньги с финки, либо просто перепродать данное имущество. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Как начать играть, вся информация есть в описании под видео, поэтому смотрите, введите мой ник при регистрации, желаю всем приятного просмотра. Ну что ж, первый бизнес, который я хотел бы вам посоветовать, это получается лесопилка. Да, вы не ошиблись, действительно, это теперь бизнес, стоит он 20 миллионов, номер бизнеса 16. Я думаю то, что здесь будет хорошая финка, потому что люди как бы будут работать, и за счёт этого вам будет идти прибыль, получается, в бизнес. И по сути, это уникальный бизнес, которого раньше вообще не было. Да, конечно, цена у него не маленькая, 20 миллионов, но, во-первых, вы покупаете уникальный бизнес, которого вообще нет ни у кого на серваке, он один такой, и всё, больше таких бизнесов нету. Ну, насчёт финки я, честно, не знаю, но я думаю, что можно потом в будущем его переподать, в любом случае, потому что, ну, как бы это реально прикольный бизнес. Я бы, честно, хотел бы себе купить, потому что с помощью этого бизнеса можно, как бы, и баблишко заработать, и вокруг себя немножко хайпа половить, потому что, как бы, вы владели лесопилки, понимаете, насколько это круто. Вы владеете просто работой, по сути, вы владеете работой. Это очень круто. Да, цена, конечно, 20 миллионов, но, я думаю, у кого деньги есть, тот может реально попробовать его словить. Следующий бизнес, который я хотел бы вам посоветовать, это аренда в Арзамасе. Почему именно аренда в Арзамасе? Да потому что она находится недалеко, получается, от вокзала Арзамаса. Вот, получается, аренда вот здесь находится, и вот ниже находится уже вокзал, вот, прям здесь. То есть это будет очень выгодно, потому что рыжики, да и опытные игроки, просто будут арендовать у вас машину, вы за это будете получать деньги, они будут с помощью этого передвигаться. Госко у данного бизнеса 5 миллионов, я считаю, это вообще очень маленькая госко, поэтому многие смогут словить этот бизнес, номер бизнеса, если что, 40. Но я не знаю, какая здесь прибыль, но, думаю, прибыль будет нормальная, если вы, допустим, поставите за аренду 20-30 тысяч, возможно, 50 тысяч. Я уверен, что в аренду будут машины часто брать, постоянно просто. Поэтому этот бизнес достаточно прибыльный, и я вам советую его словить. Следующий бизнес, это амунация, которая находится также в Латкаре, напротив вокзала, вот, вокзал, получается, и напротив вокзала находится амунация, госоценованию 6 миллионов, номер бизнеса 2. Как бы здесь мы можем зайти в магазин, хочу в магазин оружия. Так, нажимаем, вот, заходим, получается, и здесь мы сможем себе купить разное абсолютно оружие по разной цене. То есть этот бизнес реально тоже очень прибыльный, потому что, ну, во-первых, он находится напротив спавна, во-вторых, оружие частенько покупают игроки, я думаю, вы сами это знаете по себе, ну, чтобы просто было с чем защищаться, либо просто подэмить. Поэтому амунация, я считаю, тоже хороший бизнес, тем более находится возле спавна. И в любом случае, все будут приходить именно сюда. Также хочу, посоветую вам, ловить именно вот эту заправку Влеткарина, потому что это единственная заправка в этом городе. Я вот полетал, посмотрел, это действительно единственная заправка Влеткарина, и она будет по-любому прибыльна. Вот, в любом случае, она будет прибыльна, потому что здесь народу всегда много, потому что здесь спаун есть, и все будут заправляться на этой заправке, потому что больше заправок здесь рядом нету. А ехать в Арзамас, как бы, ну, немножко далековато. Поэтому покупать вот эту заправочку, госка у нее если что 5 миллионов, то есть это вместе получается и заправка и магазин механика, поэтому очень прибыльный бизнес, всем советую его себе приобрести. Следующий бизнес, который я хотел бы вам посоветовать, это получается бизнес в Арзамасе тюнинг салон. Вот это мне кажется будет наверное самый прибыльный бизнес вообще на всем серваке, ну потому что тюнинг это очень популярная тема и все свои машины тюнингуют. Я конечно не знаю будет какой процент именно с тюнинга идти, но это реально очень классный бизнес получается, цена у него 19 миллионов, но это не сильно и много за такой бизнес я считаю. Ну блин я бы себе очень сильно хотел этот бизнес, вот этот бизнес немного круче чем даже те же самые лесорубы, но реально блин как же это охуенно просто смотрится. Понимаете просто иметь личное тюнинг ателье, с которого ты еще получаешь бабочки, ну это вообще просто шикарно мне кажется, поэтому вот этот бизнес я ставлю на первое место вообще среди всех. Потому что я уверен в том, что этот бизнес будут ловить все. Следующий бизнес, который я хотел бы вам посоветовать, это получается заправка в Арзамасе на кольце. Вот здесь получается кольцо и туда дорога идет в Лыткарином уже. Почему именно эта заправка? Да потому что здесь пацаны все ездят и я уверен в том, что здесь будет очень хорошая прибыль. Цена у данной заправки 5 биллионов. Я заметил то, что заправок в Арзамасе вообще не так уж и много. Вот эта заправка получается работает и еще вот там есть заправка, почти в середине получается Арзамаса. И все, получается вот две заправки. Ну а сейчас я хочу вам посоветовать именно два бизнеса, потому что я думаю они будут одинаково прибыльные. Почему именно две заправки? Потому что они находятся очень рядом с авторынком. Но как мы знаем, на авторынке постоянно происходит движуха и все будут заправляться именно вот на этих двух заправках. Кто-то будет оттуда ехать, будет заправляться здесь, кто-то будет ехать назад, будет здесь заправляться. То есть финка у них примерно будет одинаковая. И я уверен в том, что финка там будет хорошая, потому что ну блин, тут всегда движуха, тут всегда машины и всем нужен бензин. Поэтому все будут заправляться именно вот на этих заправках, потому что они самые ближайшие, которые есть к авторынку. Поэтому советую вам ловить именно вот эти заправочки. И давайте я вам покажу последний бизнес, который я хочу вам посоветовать для покупки, это получается пятерочка за 4 миллиона рублей, почему именно нужно покупать этот бизнес, да потому что здесь есть вот такая большая деревня, которая находится также возле автобазара, и здесь очень много домов, и здесь рядом бизнесов нету, кроме заправки и пятерочки. Но заправка как бы там тоже рядом есть две заправки, поэтому заправку я как бы не хочу особо считать, потому что мне кажется все равно люди будут в основном там заправляться, а не здесь. Здесь будут заправиться те, кто будут в деревне жить, а вот пятерочка, как бы 4 миллиона воска, здесь будут я думаю многие закупаться именно с деревни, поэтому финка здесь будет хорошая, потому что пятерочка она единственная здесь на деревне, вообще в районе, как бы ну поблизости здесь пятерочки вообще больше нету. Насчет пятерочек, допустим, в Арзамасе Либо Блэдкарена Да, это тоже хорошие бизнесы, но их Очень много там, там пятерочек В Арзамасе, наверное, штук 10 Если не больше, и так же самое Блэдкарена Поэтому там я как бы не вижу смысла Их покупать, да, в любом случае там будет Прибыль, но не такая большая, как Допустим, вот здесь, поэтому Я вам показал чисто те бизнесы Которые лично я бы ловил, вот серьезно У меня просто денег нету, чтобы ловить Возможно, я бы попробовал, но Не знаю, пацаны, посмотрим В любом случае завтра, возможно, я где-то найду деньги Давайте теперь вам покажу Какие нужно ловить дома, дома нужно ловить Вот здесь, в любом случае, вообще, любой дом Просто ловите, вот здесь будете Ловить любой дом вообще, почему Потому что рядом находится автобазар И все, конечно же, будут покупать Дома ближе к автобазару, потому что Ну, блядь, это всегда так было, как Допустим, Алексеевка, помните, была Тоже напротив автобазара, и так само Здесь будут дома тоже очень актуальные И, ну, их будут покупать просто Они будут реально актуальные Поэтому всем советую ловить здесь Дома, я тоже здесь буду домик ловить Потому что вот этих домах Простых госка 1 миллион Следующие дома, которые я посоветую вам Словить, это дома именно Владкарина Они очень пиздатые Их, получается, здесь есть Три поселочка, таких маленьких Вот один поселочек Госка у них 3 миллиона 500 тысяч Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрю Вроде бы госка у них такая Да, 3,5 госка у всех домов абсолютно И здесь дома, я считаю, самые пиздатые Вообще на серваке, поэтому Всем советую их ловить Вы сможете потом через время Их очень хорошо перепродать Понятное дело, что сразу Когда вот пройдет слет То, что эти дома будут продавать Не очень дорого Но потом, спустя там Месяц и больше Их будут продавать очень дорого Вот здесь еще один есть поселочек Получается Но, честно, мне кажется Самые лучшие дома здесь Это именно возле спавна Вот Именно вот здесь 7 домов, как бы У них госка тоже 3 миллиона 500 тысяч Ну, и вот Последнее место Где реально нужно ловить дома Это Ривертаун Ну, честно Спорная тема Потому что Ну, здесь домов реально Очень много Здесь домов очень много Как бы олимпийский был Вот там домов было мало Но они были реально пиздатые Здесь, конечно же, дома тоже хорошие Но мне В Айлоткарина Дома все равно больше нравятся Ну, в любом случае Можете, как бы, их ловить Сейчас посмотрю, какая госка здесь 6 миллионов, да Госка у всех домов здесь Вроде бы как 6 миллионов Ну, блин Такое себе Потому что в Айлоткарина Госка у домов 3,5 Ну, что ж, пацаны Вот такое было видео Надеюсь, вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Я, если что, не супер там эксперт Я просто показал Те охуенные бизнесы Дома, которые я лично бы ловил Я уверен, что Если вы словите Бизнесы, которые я показал Либо дома То вы очень хорошо подниметесь По бабкам Поэтому Всем желаю удачи в ловле Запомните, ловля завтра 29 августа В 19.00 по МСК Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok